У входа в актовый зал районного Дома культуры шумно. Оркестр русских народных инструментов принимает поздравления. Ему исполнилось 70 лет. На юбилей пришло много гостей. В зале – аншлаг. Они приходят всегда на наши концерты. И у нас идет такое обоюдное. Мы отдаем, они принимают и возвращают нам опять. Тоже с настроением, настроение сразу поднимается. Перед началом выступления зрителям был показан фильм, рассказывающий о многолетней истории оркестра. Затем со сцены прозвучали поздравления от администрации и друзей коллектива. Оркестр называют визитной карточкой района. И это не преувеличение. Гости приветствовали руководителя и дирижера оркестра стоя. «Край березовый» – очень чувственная композиция, которую любят зрители. Она не только прочно утвердилась в репертуаре оркестра, но и затронула сердца молодых исполнителей. В ней сошлись грусть, печаль, напевность, мелодичность бесконечной русской души. За 70 лет участниками оркестра были сотни музыкантов видного. Кто-то продолжил свой творческий путь в других коллективах, но каждый душой и сердцем всегда здесь. Галина Желенкова не исключение. Она играла в оркестре на «Альтовой домре» на протяжении 10 лет. Ну, это семья, это дружная семья, и здесь замечательный руководитель Владимир Давыдович. Просто низкий поклон ему за то, что он делает. И такой коллектив, ну, непрофессиональный коллектив, играет как профессионал. Композиции, исполняемые оркестром, глубоко проникновенны. Благодаря кропотливой работе главного дирижера Владимира Глихмана музыка, исполняемая на концертах, трогает за душу каждого. Глава городского поселения «Видное» Моисей Шумаилов поздравил оркестр с солидной датой и отметил, что в этом году празднуется не один юбилей. 90 лет району, 70 лет оркестру, 50 лет, как руководит оркестром, Глихман, Владимир Давыдович. И все аплодисменты, конечно, сегодня и могут. Поздравить с круглой датой приготовился и другой юбилеар Дома культуры – хор «Русская песня-россияночка». Михаил Никитин, аккомпаниатор хора, поделился, что играл в оркестре и благодарен ему за бесценный опыт. Я еще в детстве пришел туда и там играл, вот, и много чего почерпнул в плане профессионализма. В день юбилея оркестра народных инструментов все смогли услышать музыку русской души. Конечно, все это стало возможным благодаря большому таланту музыкантов и дирижера.